Добрый день, я Валерий Заренко, и сегодня мы опять общаемся с Игорем Рубцовым, мастером спорта международного класса, чемпионом России и нынче очень успешным тренером. Игорь, давай сегодня обсудим теперь следующую стадию. Плей-офф, можно назвать, да, это же на вылет. Да, да, это плей-офф называется, да. Так, значит, были неожиданные результаты? Да, можно кратенько пробежаться по сегодняшнему. Так, ага. Вот из интересного, Вова Сидаренко обыграла Сарамара. Ну, не думаю, что это сенсация, это очень хорошая победа, я так сказал. Я смотрел полыгры, вторую половину игры, вот с сетболов Сарамара во втором, и потом случился вот некий перелом, и Вова сразу повел третий, довел его и дожал в четвертом. Вот, мне кажется, Сар как бы упустил, вот ему, конечно, 2-0 позарез надо было. Ну, такая достаточно равная игра, то есть вот именно так психологически чуть-чуть вот он потерялся, и этого хватило. А мне кажется, знаешь, что у Сарамара техника такая надежная, она, мне кажется, не без риска, он поэтому не дожимает, 10-6 не дожимает, он не рискует. Ну, конечно, он... Вперед играет, а этот больше вверх, так, знаешь, надежненько. Да, да, он удерживает скорее, а Сидаренко не так, чтобы атакует постоянно, он так тоже раскидывает, и как получается поуниверсальнее. Так, атакует поострее, а раскидывает тоже нормально. Вот, и... Ну, неплохо, да, хорошо очень. Вот, дальше, значит, Бельгиец. Бельгиец обыграл Тайбельца. Да, но там, как ты и говорил, все зависело, будет ли слева усилять. Получилось усилять. Да, да, я не смотрел, но я ничего не смотрел, честно говоря. Ну, может, еще какую-то одну игру сейчас я вспомню, если пробегусь. Да, вот Олх, это интересный результат, да. Ливенко с 0-2 у Дринхола. Да. Тоже интересный результат. А Ливенко говорит по-русски вообще? Да, свободно, это его родной язык. Я не знаю, говорит ли он по-украински, я думаю, что нет. По-австрийски? Ну, очевидно, говорит по-австрийски, по-немецки, да, это 100%. Ну, и по-английски, само собой. Ага. Да. Так, Серучику Вальтера тоже интересный, заточенный результат. Ну, в принципе, я их близко оценивал, но Вальтера повыше. Ну, вот так. Ну, ты сказал, что у Серучика есть мощный ход, который может помочь ему. Вот, видимо, там и... Да, да, да. Не знаю, не смотрел, но их и не показывали, что их толк. Афанадор 0-3 Роблису, нормально. Индусы разобрались между собой. Шибаев все-таки выиграл у Гатчины. 0-1 я видел, начал, но не смотрел. 3-1, причем по счету я помню достаточно уверенно. Интересно, очень нечасто, может быть, пару раз в жизни всего выиграл. Из раз шести-семи. Не часто выигрывает Саша. Так, идем дальше. Персон с итальянцем молодым. Вот это я смотрел. Были проблемы у Персона. Причем как-то ни с чего. 2-0, 9-6. 2-1. И... И так, немножко там, чуть-чуть борьба даже была в четвертом. Вот. 3-1. Но все равно там, наверное, класс Персона выше, да? Выше класс Персона. Да, да, конечно. Намного сильнее. Но итальянец неплохой, неплохой. Слева так играет подача. Хорошая. Бачико у Мадрида. Нормально, да. Выиграл 3-2. Тяжело. Ну, они примерно равны. Пишетый 3-0 у Стоянова. Интересно. Ты так и говорил. Нет, ты так и говорил, что Пишетый сейчас посильнее играет. И хоть ты отстил 50 на 50, но все равно как-то это больше напишетый. Казалось, да, поближе. Вот этот канадец-китаец проиграл Иши. Но тот, не знаю, раньше... Сейчас я смотрел игру, у него лишний вес такой. Не знаю, раньше у него был лишний вес. Канадца? Да, у канадца. Ну, конечно. Он был всегда такой толстенький, да. Ну, а тем более, видимо, год он плохо тренировался. Думаю, что да, это и есть такое. Так, знаешь, у него и колено перебинтовано. То есть, ну, такой он не совсем, я думаю, что на пике форм подошел. А вот Иши, наоборот, заводной был так очень... Играл очень здорово. Да. Значит, Качков у Тайпейца 3-1. Вроде первые два сета борьба, а потом как-то полегче пошло. Сипос, интересно, 0-3 этому Сенегалу. Ну, который француз, на самом деле, 0-3. Причем по счету легко, я видел счет. Не знаю, что по игре. Ну, да, их не показывали. Интересный результат. Ну, такой это темная лошадка во всех смыслах. Он и лошадка, и темная, и... Ну, и на самом деле. И на самом деле, то есть, непредсказуемый. Сифуентес все-таки у Исмаилова, к сожалению, 3-2, по-моему, там, в концовке пятого. Вот, все-таки выиграл. А можно сказать, что... Вот я знаю, слежу за Сади, он часто... Он проигрывает, во-первых, часто в 3-2 просто. Даже не выигрывает, а проигрывает в 3-2. То есть, со всеми борется, но не выигрывает. Это может быть тоже связано, как вот Сарамар, вот такой стиль, скажем, что не может усилить какой-то нужный момент где-то, или... Не, ну... Ну, тут усилить... Вот как пятый сет дожимать, вот, что вот можно... Не, ну, усилить, это же такое дело. То есть, кто-то выигрывает усилением, кто-то выигрывает удержанием, кто-то в защите, причем не атакует. Ну, Щетинин же, мы же знаем, что он тоже не усиливает, и ничего выигрывает, и 3-2, и 3-0, как хочешь. Ну, или выигрывал, ну, и сейчас там... То есть, нельзя сказать, что 2-3, потому что там, скажем, нет сильного хода, такого прямо, чтобы там где-то взять... Да нет, это не связанные вещи, это не связанные. Тем более, что, ну, для Сифуэнса ход Исмаилова, в принципе, достаточно. То есть, это же не с Ванхаус, не с Малонгом он играет. Ну, так получилось. Не знаю, не следил, что он часто проигрывает 2-3. Но Сифуэнс, это игроки примерно, даже я его вчера оценивал повыше, то есть, это так где-то и есть. И рейтинг у него повыше. Да, я сказал, да. Да, прищепы Моризона, вот это я посмотрел пару сетов. Первый сет выиграл Женя, причем уверенно. Так слева раскидывает, хорошо, и как-то Моризоны не было видно. Но потом как-то приноровился к этому Японецу, и, не знаю, второй сет я видел, он выиграл уже легко, и потом достаточно уверенно. Ну, побыстрее получилось, да, что он как сам побыстрее, вот, Японец. Он играл побыстрее. Видимо, нашел, да, да, конечно, он двигается, но он просто одной стороной в основном бегает. Видимо, нашел он эти, куда играть Жене, чтобы не получить вот этот быстрый ход в угол. Вот, поэтому, ну, тут, что говорите, высокого уровня спортсмены и выше уровня уровнем, то есть он обязан был найти, и он это сделал, то есть все нормально. Герасименко-Ханин, 3-0, ну, пару очков я смотрел. Ну, как ты и сказал, то есть я посмотрел тоже, он держит, Кирилл держит, и вот он там, был баланс первого сета, он там сделал ход такой неожиданный справа, такой, прям с подальше, по-моему, выиграл очко. И так вот, и потом уже уверенно было. Да. Зуди, Аламян, Иранец, 3-2. Ну, нормально, да. Я смотрел эту встречу полностью, 7-4 проигрывал Аламян в решающем сете. Зуди ввел 7-4, взял тайм-аут и выиграл 1-8. Ну, то есть вот так вот. То есть вот такой вот матч получился. Причем у них там сложно очень было, Аламян, я думаю, 2-1 по сетам ввел. И вот тоже сложный сет такой, и потом вот этот 7-4 Зуди ввел, и тайм-аут, и только одну очку набрал после этого. А Аламян, знаешь, что интересно, как ты и сказал, то есть такая вальяжная игра, какая-то подача, и такая, знаешь, прям с одной ноги слева скидывает так со всего стола. Ну, вот такой вот ход неприятный. Причем такой, знаешь, сильно, мощно так. И я думаю, что Зуди вообще он поплыл так, ну, прям по игре. То есть он такой более, не такой гибкий игрок, что Аламян, собственно, разобрался. Так, давай дальше. Так, Ионеску с Канадом. Ионеску с Хазлином, там понятно все. Киданг тоже понятно, да? Киданг с бельгийцем, да, более-менее понятно. 3-0, да, так и должно быть. И потом Калберг с этим нигерийцем, Омо Тайо. И было там с самого начала непросто. Чего-то там первый сет нигерийц вел, может быть, 8-5. 11-9 выиграл Калберг. Потом там, ну, чуть легче, чуть легче. И вел Калберг 9-6. 2-0, 9-6. Потом смотрю, 2-1. 2-1 смотрю. И, в общем, потом началась такая тема, что нигерийц, как ни странно, да, играющий слева, неважно. Все подачи скидывает Калбергом. Бегает слева. И открывает бананой, бананной скидкой, открывает все подачи. И Калберг никак не может нормально по этому мячу сыграть. То есть мягко играет этот, заходит. Жестко играет, ошибается. И просто свою подачу проигрывает нахуй. Ну, Калберг подает вот эти, опять, да, вот эти подачи продавал также. А, да, классический маятник подает, да. Не знаю, почему он не перешел на топор, который труднее скинуть, на мой взгляд, потому что он очень быстрым угрожает в угол в левый. Ну, и плюс короткий сюда вправо. И, в общем, так они играли-играли. И доиграли до счета 7-5. В пятом вел нигерийц. Вот. Потом на 7-7 я уже отключился. И 11-7 выиграл Калберг. Вот. До 7-5 он не выиграл ни одной своей подачи. Вот три серии подал, шесть очков проиграл. Ну, на чужой нормально. Даже в плюс играл, да. И в итоге немного проигрывал. И потом как-то вот он взял свою чужую серию, свою серию. И опять чужую серию. Но Калберг очень неудачно сыграл. Он невероятно. То есть я его очень высоко оценивал. И как он не нашел выхода, вот, чтобы не было этой скидки. Да, хорошо нигерийц скидывал. Нет вопросов. Но что Калберг не нашел подачи, чтобы войти там в короткую игру, но в которой, разумеется, у него будет преимущество. Это очень странно. Может, есть какая-то психология, что 2-0 ведет, не смог дожать третий сет, стал 2-1. Потом что-то на фоне проиграл. Да, да, и потерялся. Потерялся, да. Потерялся он. Из пяти сетов короткий матч, конечно, немного времени на поиски правильного решения. Но с другой стороны, вот, Бундеслига, вот что там у него, 15-1. Те же самые из пяти сетов. Казалось бы, ничего страшного. Ну, новый игрок, видимо. Вот так. Не стандартно, таких, наверное, нет игроков просто в немецкой лиге, может быть, такого. Ну, конечно, таких, таких, такого уровня не сильного нету. Ну, и вообще необычная игра, скажем. Так, дальше. Словенцы играли между собой. Выиграл молодой Козел. Да, это, скажем, ну, непонятно было до конца, будут только что-то тащить туда или не будут. Вот нет в итоге Козел. Да, ну, видимо, не тащили, потому что Токище выше по прайдингу, и вроде как ему нужнее. Но, видимо, играли нормально. И вот на сегодняшний день такая у них расстановочка. Так, из интересного дальше. Этот эквадорец Мина выиграл у Танаки. 3-0 причем. Там три концовки было, три там почти баланса, баланса, почти баланса. Ничего не видел. Пара очков в начале первый сет. Но он размашистей играет. Он так по размашистей играет. Потому что все-таки Танака на столе больше, а это такой прямо вращает так. Он, знаешь, ну, считай, я даже, мне кажется, за счет он, ну, не знаю, такой мужской теннис продемонстрировал. Вот Мина. То есть он так прямо прокручивал все со средней зоны. Такой хороший матч, я вот видел. Неожиданно все время. Концовка была неожиданно для каждого сета. То есть вот ничего не предвещало. Но он дожимал вот как. Так, ага. Так, дальше. Платонов, Хоббисон 3-0, как я и думал. Не видел ничего. А они на седьмом играли. Потом играл этот Салех, египтянин, с Коджичем. И 3-1 Коджич. То есть непростая игра. Это я смотрел. Вел что-то Коджич первым, проиграл. Потом вроде бы тоже повел. И потом я видел, у него были претензии к подаче египтянина. То есть реально что-то начал кричать, что не видит, все такое. Да, египтянин подает не чисто. Я согласен с этим. Но судьи, тем не менее, не сильно реагировали. Что-то как-то ни на того, ни на другого. То есть и это мы не снимали, и того не остановили. Он так, в общем, всю игру и кричал. Что-то не видит. Но тот, в общем... А может быть такое, что он отвлекся? Салех отвлекся, что это все время возмущается? Да, да, это такое может быть. Плюс у него есть более чистые подачи. То есть он как бы руку не убирает. Потом там главный судья подошел, он убирает. То есть, конечно, это ухудшает качество подачи, но и претензий к нему нет. Вроде как опять никто не смотрит, он опять не убирает. Вот так они и играли всю дорогу. Вот ты так и сказал, 60 на 40, Кожич, так ты и сказал. Да, да. Дальше Жмуденко-Монтеро. Пару очков видел. Первый сет, кстати, и Жмуденко выиграл его. А потом достаточно легко проиграл. Не знаю. Да, не смотрел, не знаю как. Ну, вот так. Значит, Монтеро еще в неплохой форме находится. Так, кореец с венгером Майорош. Кореец 3-0. Но я так и знал, что он сильный. Не знал, насколько сильный. 730-то давал, да. Да, да, сильный. Вот равная игра была Йошида с Коулеем. Туда-сюда они все это дело крутили. Я видел долгий матч, но не стал смотреть. И 3-2 японец выиграл все. Ну, Кулея играл на своем уровне, да? Ну, думаю, да. Японец хороший. Хороший японец. Тут без вопросов. Аполлония 3-1 у сингапурца. Нормально. Так, это ты тоже, да, говорил, что сингапурец 730-то давал. Да, да. Даже 8-2. Вот интересно, Агера. Агера, помнишь, ты говорил, да? Что не готов, да, что плохой баланс. Да, Агера 3-0. Причем я вспоминаю сейчас счет, там счета смешные. Сейчас попробую посмотреть. 6-4-3. О, 6-4-3. Счета смешные. Вот это интересно. Казалось бы, да? Несравнимо по Бундеслиге. И вот так вот получилось. Ну, не знаю, да, не смотрел. Не знаю, как это объяснить вообще. По-моему, не показывали. Седьмой стол, по-моему, не было. Да. Да, и причем Линк выиграл первую у бельгийца. И вот думали, что она в нормальной форме находится. Да. А Кузу и Кантера, ну, как-то обменялись они легкими сетами. И Акузу еще два легких сета дал. Нормально. То есть он должен намного сильнее, я считаю. И Жераль, это Филус. 3-2 на балансе. Интересно. Филус до последнего бился. Ну, как, не бился. Знаешь, как, получилось как-то, ну, немножко нелогично. То есть Филус вроде бы ввел. Так, по игру ввел. Но в итоге проиграл. А, не зажал. У него был матчбол. У Филуса был матчбол. И, по-моему, парочку матчболов. 10-9 точно ввел. И, может быть, 11-10 ввел. Вот так вот. В итоге Филус, короче, проиграл. Сломал мяч ручкой ракетки. Вот так несколько раз. Еще стол подолбил. Ну, судья растерялась. Такая девушка. Желтую показала. Ну, там, не знаю. Ну, вот так. Ну, Филус очень расстроился. То есть у него был матчбол. И он матчбол, вот этот Жеральда, крутанул вправо. И что-то Филус не перекрутил. Такой не самый сложный мяч. Не попал по ширине. Вот. И после этого проиграл. Так. Ага. Интересно, да. Ну, кстати, мне кажется, что Филус, не знаю уж, насколько это такая тенденция. Но мне кажется, что этот год он не слишком удачно играет. Ну, по Бундеслиге сужу. Другого нету пока. По Бундеслиге. Угу. Так. Ну что, переходим к завтрашним играм. Да. Да, переходим. Итак, Сидоренко первый матч в 11-20. Сидоренко с бельгийцем первым номером. Бельгия. Ньютинг. Ну, что можно сказать. У Ньютинга, по-моему. Да. Тут ситуация такая, что, ну, на мой взгляд, что Вова нехорошо играет с левшами. На мой взгляд. Тем более левша, играющий слева. Ньютинг. Вот. Не знаю, да, как она получится. Не знаю, как Ньютинг играет с левшами. Ну, конечно, он опытнее и все такое. Но по уровню это примерно тот же Асара Март, только вот левша, ну и совсем другой стиль. Скорее такая, там Асара Март скорее удерживает. А здесь такое вязкое нападение. Чуть-чуть из зоны средней, слева хорошо. То есть, может и в диагонали направить, и по прямой что угодно. Ну, такой тяжеловатый Ньютинг, но он и не претендует. То есть, ни на столе, ничего там, не быстро. Просто спокойно крутит эту серию в средней зоне. Не знаю. Мне кажется, по стилю не очень Вови это все. Посмотрим. Ну, оцениваю Ньютинг 60 на 40. Ну, а борьба-то будет вообще? Ну, я думаю, что да. То есть, где-то 3-3. Ньютинг – это примерно уровень Асара Марта. 3-2 может быть, 5-сад может быть, да? Легко вот. Может, может, да. То есть, Вова, видимо, нормально сейчас, да. Ну, посмотрел, да. По мне нормально он играет. То есть, наверное, бывало лучше, но так, все хорошо у него. Так, Ола. Так, следующий матч Ола Хлевенко. Так, так, так. Трудно что-то предсказать. Олах, конечно, повыше рейтингом там и вроде как котируется, да, посильнее. Но Левенко необычно играет. Не знаю даже. Ну, оцениваю, что Олах посильнее. Уверен, что Левенко есть, что ему предложить. Уверен в этом. То есть, ничего такого сверхсвестерственного Олах не делает. То есть, я думаю, что Левенко как-то подготовится, ну, к такой, и уже готов, наверное, к такой более стандартной игре. Не знаю. То есть, Олах, опять-таки, да, тяжеловатый такой. Ну, ты вчера это говорил тоже. Любит там в один ход стрельнуть. Ну, Левенко способен удержать, в принципе, любой ход. И нацелен на длинный розыгрыш. Вот он Каракашевича обыграл. То есть, это, конечно, его фишка. Вот эти розыгрыши длинные. И, в принципе, да, получается, что для Левенко может подойти Олах. И может быть борьба. Ну, опять-таки, 60 на 40 Олах. Серучик Роблес. Серучик с Левшами хорошо. Роблес, конечно, такой Левша, ну, слева играет неплохо. Серучик есть победа на Мизутане. Давно-давно. Лет, может, 8 уже назад. Причем на Чемпионате мира. В личном есть победа. То есть, с Левшами хорошо. Вот этот очень мощный ход. И с двух сторон. И с правой, и слева. Вот. Поэтому, думаю, что здесь 50 на 50. Если бы он не играл так хорошо с Левшами, то точно был бы, скажем, Роблес фаворитом. А так 50 на 50. Ну, да, да, да. Но если бы не играл так хорошо с Левшами, то значит, он играл бы в какую-то другую игру. И тут уже совсем другое было бы. Какой-то у него уровень был бы другой. Но это всегда его. То есть, я всегда знал. Давно уже знал. И помню, что с Левшами он играет хорошо. Так что я... Хотя Роблес я оценю повыше. Но так как он Левша, то все-таки даю... Это равная игра 50 на 50. Ну, думаю, по рейтингу там небольшая разница. Наверное, Роблес повыше. Роблес Шибаев с индусом Десаи. Не сильно высоко я оцениваю индуса. Думаю, что Саша должен выиграть. Достаточно стандартный. Я рассказывал о нем. Ну, простая игра у индуса. Ну, да, на своем уровне. Да, наверное, в 100 мира он входит. В 100 мира. Но ничего вообще такого ферстесного. Прямо всего обычного. В 8 на 20? Да. Да, я думаю, что да. 80 на 20, Шибаев. Дальше. Персон Бабачико. Персон сильнее. Это прямо очевидно. Не сильно мне так сегодня понравилось, как он играл с итальянцем. То есть там были моменты борьбы. Но тем не менее. Бабачико, не помню, давно уже у него таких ярких побед. Уже несколько лет. Хотя уровень он держит, но даже не уверен, что он в 100 мира уже входит. Думаю, что 80 на 20 персон. Пиштэй Иши. Ну, Иши я вот плохо знаю. Я говорил от этого вот. Ну, ты говорил, он играет в Челленджер. И со слов Жени, точнее, он там неплохо поднял уровень свой. Ну, он такой быстрый теннис, знаешь, вот быстрый теннис. Мне кажется, что Пиштэй разберется. Потому что Ван Ян со всеми длительным был. Все-таки, я думаю, что Пиштэй, ну, по идее, если на что-то претендует, должен, ну, как бы... Пиштэй интересная игра. Вот нестандартная. Такие щелчки слева, вот, прямо по старинке из 90-х годов. То есть слева, ну, первый ход там делает, а дальше он и в блоке его так щелкает, и в своей атаке даже может ударить. Ну, прямо, я не знаю, если ты помнишь, там такие игроки, ну, как Виталий Филичев, там, из Петербурга, допустим. Ну, то есть слева вроде бы крутить умеет, но почти не пользуется. Ну, справа Топс такой, необычный он играет. Пиштэй, и это в том числе и его фишка. Скидки хорошие, короткая игра. То есть Роджерша вроде бы не так силен, но вот необычность. Там до Роджерша еще дойти надо. Ну, вот Ииштэй как раз, наоборот, он более обычный. То есть у него просто, ну, там, неплохая короткая игра, какая, ну, Топса справа-слева, вроде со стола, такой вроде быстрый, но не очень мощный, и не могу сказать, с какой стороны у него сильная сторона. Я думаю, что Пиштэй как фаворит, нет. Ну, как думаешь, если нормально играть, ровно играет Ииши, без всяких там... Да, да, я думаю, что фаворит. Ну, не прям, это... Не думаю, что он убьет его, но 70 на 30, думаю. Сенегается темная лошадка, но, по идее, Кирилл с Тайпетом нормально отыграл. То есть можно надеяться на его минимум стандартную обычную форму. Ну, повыше уровнем, конечно, он выше уровнем. Но все-таки этот Сенегалец, это вот эта вот, я так думаю, игра вот как, типа, как с Алифу. Ну, по-моему, он слева получше. Получше слева. Ну, такое, знаешь, а-ля Улю. То есть покричать, это вот, одну очку попасть, потом там на эйфории. Ну, тут трудно что-то с этим как бы поделать и предсказать, как это все разовьется. Но это не будет легкой игрой. Я думаю, не будет. То есть Кирилл наверняка сильнее. Ну, скажем, 70 на 30 те же самые. То есть получается, что только если он, Кирилл будет, скажем, психологически неустойчив, да, если кто-то начнет заводиться и Кирилл... Да-да-да, и это возможно с Кириллом, да, вот. Как-то можно, ну, как говорится, поплыть, и тогда этот нигериец, Сенегалец... И тем более 5 сетов. То есть 1-0, 1-0, у второго что-то не получается, и уже тут возможны варианты. А так 7 на 30. Да. Сифуентес, Моризона. Японец сильнее. Японец явно сильнее. Ну, сегодня с прищепой, ну, не сильно как бы он показал себя. То есть первый сет проиграл, так уверенно. Да, ну, с другой стороны, это был первый его вообще сет на турнире, поэтому, может быть, не стоит, да, так относиться серьезно. Но явно сильнее. Сифуентес, ну, он хорошо играет, да, неплохо. Но ничего такого у него интересного такого нет. Да, у него все на уровне, все на уровне, но этот уровень Моризона уже прошел. Поэтому не думаю, что здесь будет борьба, и ставлю 80 на 20 Моризона. Герасименко Аламян. Думаю, что Кирилл сильнее. Понятно, что Аламян вот эти все фишки, но опять тут возникает момент, что Кирилл много возвращает. Моризон возвращает, да, и все время готов сильно сделать справа. Всегда готов, абсолютно. То есть он и возвращает, и всегда готов. Но Шат... Зуди не хватило вот этого, сделать несколько на стол ходов. То есть он так поплыл, что-то, знаешь, вроде вращает, но мяч задевает трос до стола. То есть не хватило вот как-то вот какого-то техники, что ли, много вернуть на стол в нужный момент у Зуди. Да, на Шат тоже, конечно, тоже, конечно, разыгрывает мяч, тоже любит поддержать. Но это все часто перемежается какими-то мягкими ходами. Ну, там, на чувства что-то там отыграть, туда-сюда. Я думаю, что Кирилл не простит ему этих ходов и будет, ну, реализовывать, докручивать. Понятно, что это все будет держаться, там, на Шат что-то будет перекручивать. Но в итоге это будет в плюс Кириллу. То есть они оба держат, но Кирилл гораздо мощнее атакует вот в своей атаке. То есть он, наверное, лучше справится с атакой на Шата и найдет свою атаку, где будет больше выигрывать, чем на Шата своей. Так что я ставлю 60 на 40, Кирилл. А если, допустим, предположим, играл бы на Шат, играл бы в Бундеслиге, уже было бы 50-50, да? Может быть, да, такое? Ты имеешь в виду, если бы он играл и за счет этого что-то, или за счет этого уровень поднял? Или ты имеешь в виду, он играл и получил бы матчи вот в этом сезоне? Ну, уровень поднял бы, то есть как бы практика, уровень, ну, какой-то, ну, не знаю, там, даже может быть. А ты не связываешь с карантином, просто именно, что если бы он играл в сильном чемпионате. В сильном чемпионате, если бы играл бы. С такой игрой он мог бы прибавить еще? Вот так вот и как-то. Ну, намного сильнее играть трудно, то есть он уже упирается в пределы, так сказать, что, ну, в такой зоне, он все-таки в средней зоне и дает, там, играть людям. То есть он не упирается в короткую игру, то есть это розыгрыш, туда-сюда. Ну, трудно, конечно, играть намного сильнее, но это просто уже как бы наука теннисная, да, то есть уже все доказано, что самые сильные, там, надо выполнять определенные законы по скорости, где ты берешь мяч. Ну, просто играть снизу, как на шат, ну, по большому счету снизу, то есть понятно, что простые там мастера наши играют гораздо позже, чем на шат. Но те люди, которые выше на шат, они играют более сверху, более остро. Как раз Кирилл и играет, хоть и Кирилл играет по зонам разных, может, в стола сыграть и в средней зоне, но он играет всегда рука вверху у него, что слева, что справа. Да, да, да. Поэтому, конечно, с такой игрой, ну, немного устаревший, трудно на шату сильнее. Он просто упирается физически уже в свои кондиции. Ну, я не думаю, что он, там, силен в ОФП, то есть у него вид такой достаточно, ну, не лентяя, но такого, знаешь, ну, чувствяки обычно, они есть чувствяки. Ионеско Киданк. Ионеско Киданк равная игра, кстати, равная. Тут немецкий матч, да? Тут уже немецкий матч. Да, да, оба Бундеслиги – это равная игра. Ионеско хорош, хорош в последнее время, Бундеслиги прям хорош, сильно играет. Киданк стабилен. Ну, мне, конечно, больше нравится игра Ионеско, если вот так брать. Но все-таки ставлю 50 на 50, потому что Киданк – это хороший уровень, очень хороший уровень. Это оба игрока где-то 50 мира. Ионеско атакует очень сильно, очень жестко атакует. Подача хорошая и жесточайший топ. Ну, Киданк закрывает игру, но грамотно по направлению. Ну, когда ему дашь, тоже, конечно, так будет нормально на уровне. Так, Калберг Козл. Ну, как я говорил, Калберг в этом сезоне очень сильно играет. То есть, я его оценивал на 20 мира. Но сегодня с Нигирицем какой-то случился провал. И, в общем, он мог бы и не играть уже здесь. Но, тем не менее, то есть, это игроки на мысли от разного уровня. Я думаю, что Калберг Козл более такой понятный. Он, опять-таки, это в Бундеслиге играет. И, я думаю, может быть, Калберг с ним и встречался. Они примерно одного возраста. Более понятный игрок. Думаю, что он разберется. И разберется без проблем. 70 на 30. Мина Хаббисон. Хаббисон выше. Выше. Причем так прилично выше. Опять-таки, оба в Бундеслиге. Но, наверное, Мины не каждый матч играет. И скорее на третьем. А Хаббисон скорее наверху. Не знаю, там встречались они, не встречались. Но примерно как предыдущий матч. То есть, преимущество и такое весомое. Даже, может быть, 80 на 20. А вот Танако Хаббисон, если был бы матч. Ты как думал, что бы выиграть? Да, вот это было бы более близко, на самом деле. Ну, в общем, я и до сих пор оцениваю Танако выше Мина. Здесь было бы более интересно то, что просто с Мина Хаббисон будет много успевать. Вообще во всех абсолютно элементах. То есть, Мина просто медленнее Хаббисона. И Хаббисон, грубо говоря, они играют в одну игру, но Хаббисон все делает лучше. Получается, что Танако на столе, Мина был в средней зоне, и Танако не смог его там закатать. А здесь, скорее всего, оба где-то могут играть в средней зоне, и Хаббисон просто по качеству лучше. Да, он и найдет атаку лучше, просто больше. Он будет больше атаковать, он будет лучше атаковать. А вот с Танако, да, Танако не смог в быстрой игре переиграть Мина. Но как бы получилось с Хаббисоном, мы не знаем. То есть, он мог бы просто не дать, ну, сделать сильный Хаббисон. Хаббисон может такое быть, что он бы не успевал просто на столе. Это была бы вот такая полубыстрая контра слева, там, ну, все на столе. И Хаббисон не успевал бы взмахнуть. Ну, понятно, что не все очки, но много очков было бы без сильного Топса Хаббисона. Вот, поэтому было бы поближе, но здесь, я думаю, что проблем не должно быть. 80 на 20 Хаббисон. Коджич Монтеера. Это примерно равная игра. Они тренировались вместе довольно много. Может быть, даже, я не помню, в одном клубе в Оксухаузне тренировался Коджич, но, по-моему, он не играл за Оксухаузом никогда. Монтеера играл. Но, может быть, где-то они еще пересеклись в каком-то еще клубе. То есть, они, очевидно, знают друг друга. Ну, Коджич моложе лет назад. Ну, Монтеера левша, да? Да, Монтеера левша, да. Как Коджич сможет либо слева, либо за хода играть нормально? Что тут сможет он? Коджич, он, ну, в принципе, он играет достаточно стандартно. Но он играет в разных зонах. Я отходил слева-справа примерно одинаково. Ну, если ему дать, он делает. Если ему там не дать, он будет там подставлять, кидать. В общем, все он умеет. Монтеера бегает справа. Ну, думаю, что 50 на 50. То есть, я думаю, что у Коджича есть там свои козыри. Там подает он хорошо. Монтеера тоже, конечно, хорошо. Но Коджич с двух сторон играет. А Монтеера одной. Не знаю. Не думал я, что Монтеера выиграет уже Мутенко, но выиграл. Вот. Ну, в принципе, это все, опять-таки, тот же самый уровень. Коджич, Мутенко, Монтеера. Это примерно все один уровень. Ну, около 100 миров. Так. Кореец с Йошидой. Кореец левша. Такое у меня есть в памяти. На универсиаде. Ну, давно уже. Лет 5-6 назад. Вот я был. И сидел против Японии. И Исаади выиграл у этого Йошида. Плохо очень принимал Йошида. Ну, может, это как-то было индивидуально именно против Саади. Но все-таки звоночек есть. И думаю, вот, ну, постоянно помню этот матч и вспоминаю, что Йошида неважно с левшами играть. Ну, просто вот у меня есть такая вот задумка. И вот, мне кажется, это может решить этот матч. Кореец я, ну, говорил, что я не знаю точно, насколько он сильный. Хотя, очевидно, сильный. Ну, так что, наверное, можно поставить на корейцев. 60 на 40. 60 на 40 корейцев. Аполлония Агера. Да, интересно. Интересно. Это Бундеслига. Кстати, не в одном ли они клубе. Аполлония Вульми. Не, Агера, это у нас Фальк и Герасименко, насколько я понимаю. Фальк, Герасименко. Аполлония Вульми. Это с Аполлония вместе с Сидоренко. Сидоренко, да. Ну, конечно, Аполлония сильнее. Конечно, сильнее. Ну, какой-то Агера малопредсказуемый. Вот я говорю, я помню его матч со Штеггером в того сезон, и он его выиграл. Ну, вроде бы и такая обычная игра. Обычный левша. Слева не так вроде играет, ничего. Справа, то есть все, крутит, вертит. Ну, не думаю, что у Аполлонии будет проблема. То есть, по идее, все обычно, все нормально. Ну, с левшами он Тиму Бола обыгрывает. То есть, каких-то проблем не испытывает с левшами. Даже скорее наоборот. Так что ставлю 80 на 20. 80 на 20. 80 на 20. Да, да, да. Акусу Жиральда. Акусу сильный играет в последнее время. Я уже говорил. Наверное, он уже в основе сборной Франции. Если брать Газиль и Бессон. Ну, может быть и третий номер, да. Мне кажется, что он посильнее. Жиральда, конечно, хороший игрок. Филоса он обыграл. Но все-таки каких-то звезд с неба он не хватает. И давно он уже на этом уровне. И, грубо говоря, стоит на месте. То есть, это уровень около 70 мира. Ну, там, по старому рейтингу сейчас немножко по-другому считают. Ну, я по этому мере все время старым рейтингом. Ну, примерно вот так. Акусу растет. Да, он, может быть, и не выше этих 70 мира. Но он как будто постоянно растет. То есть, поэтому я ставлю на Акусу 60 на 40. Но по стилю ничего не могу сказать. То есть, не очень хорошо знаю, в принципе, обоих. Поэтому не могу сказать, что Акусу там с левшами, как играет. Не знаю. Но уровень у него хороший. 70 на 30. Акусу. 60 на 40. 60 на 40. Да. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok